Можно срезать свежие цветы в саду и сделать дом красивым. Или, если в вашем саду нет цветов, то их можно купить в цветочном магазине. Что же делать, чтобы цветы простояли в вазе дольше, чем пару дней? Вот несколько советов для достижения этой цели. Первое. Надо обработать стебли. Многие скручивают или дробят их. Это неправильно. Не делайте это. Просто отрежьте 5 сантиметров от конца стебля перед тем, как поставить цветы в вазу. Для роз у меня другой совет. Надо опустить стебель в кипящую воду на 15 секунд, а уже потом поставить цветы в вазу. Тогда розы простоят намного дольше. Настоящая проблема возникает с водой в вазе. Я знаю, это очень просто — налить воду в вазу, поставить туда цветы. Но когда вы наливаете воду из-под крана, в вазу попадает воздух. Появляются маленькие пузырьки. Вы должны оставить вазу с водой приблизительно на час перед тем, как поставить в нее цветы, чтобы все пузырьки вышли. Оставшись в воде, они могут подняться по стеблям цветов и облепить их. Тогда к цветам не попадает вода. Видели, как это происходит у тюльпанов? У них опускаются бутоны. Это из-за блокировки воздухом. Но есть еще один совет. Перед тем, как вы соберетесь наполнить вазу водой, добавьте туда малюсенькую каплю обычной домашней белизны. Цветам это не повредит, обещаю вам. Но зачем это нужно? Взболтайте воду во время наполнения вазы. Так зачем это нужно? От этого вода не портится, не становится мутной. А также зелень не становится склизкой. Сейчас я оставлю вазу на час, перед тем, как поставлю туда цветы. Но я могу использовать и не воду, а лимонад. Обычный лимонад, великолепная замена воды для цветов. А у флористов вы можете найти маленький пакетик с подкормкой для цветов. Не выбрасывайте его, используйте. Она дает пищу для цветов. В ней также есть антибактериальное вещество, препятствующее росту бактерий на стеблях. Еще одна подсказка. Когда вы ставите цветы в вазу, лучше держать их подальше от фруктов. У нас здесь на кухне тарелка с фруктами. Например, бананы производят газ под названием этилен. И от этого газа спеют не только бананы, но и цветы. Поэтому фрукты и цветы никогда не ставьте в одной комнате. Продолжение следует...